Добрый день, коллеги-клиенты, будущие настоящие дольщики. У нас сегодня важная, отличная встреча с ипотечным специалистом Дарья Лыкова. Это мой финансовый инструмент, который я каждому клиенту предоставляю для работы. Даша сейчас про себя расскажет и про то, что она может, и я позадаю самые главные каверзные вопросы, которые вы, именно вы, задаете мне. И мы вот работая, я со стороны новостроек, со стороны застройщиков, а Дарья со стороны финансовой части, я всем говорю по телефону, все финансы у меня решают профессионал, специалист, а дальше мы переходим к новостройкам. Вот теперь вы видите, на чей голос идете. Кто эта девушка в трубке? Это Даня. Даша, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Всем здравствуйте. В сфере ипотечного кредитования я работаю уже на протяжении 7 лет. Я имею опыт банковского сотрудника, таких как БТБ, Сбербанка, Банка Открытия. Также имею опыт работы в сфере сложных клиентов. Раньше я работала в агентстве недвижимости, которое занималось только сложными клиентами. Есть такое, да? Конечно, конечно. Отдельное детство. Отдельное направление, конечно, да, я там проработала 2 года, прошло все. Такой этот спецназ, да, спецназ. Да, начиная теперь, даже если говорят, когда собственники бизнеса – это сложные клиенты, я говорю, ребята, нет, это не самое сложное на самом деле. Приходите, да. Да. Потому что одобрить клиента с отрицательной кредитной историей, либо не работающего официально, это все-таки сложнее, нежели чем одобрить собственника бизнеса. Да, стопроцентно. Поэтому готова работать с любыми клиентами, поможем каждому клиенту, рассмотрим любую ситуацию уже со своей стороны, найдем выходы. Сложных клиентов не бывает для меня. Мои клиенты и те ребята, с которыми мы уже одобрили ипотеку, знают. Ставьте лайки, комментарии. Теперь вы знаете, как выглядит моя Даша. Я приготовила вопросы, и вот прям сходу, каратенечко, быстро. Даша, скажи, пожалуйста, у клиента нет работы, но деньги есть. Конечно, это все без проблем. Все условия обсуждаются индивидуально с каждым клиентом. Каждая ситуация рассматривается, опять-таки, по отдельности. То есть нет безвыходных ситуаций. Все сделаем, все поможем, все одобрим. Ну и нет шаблонов получается. Нет шаблонов. У каждого клиента своя ситуация и каждый выход из ситуации. То есть здесь нужно смотреть индивидуально по каждому клиенту. Мы помогаем. Мы помогаем, конечно. Однозначно. Бухгалтер не дает справку по форме банка. Официально зарплата 15. Покажу в документах 15. Как одобрить ипотеку. Рассматриваются несколько критериев. То есть в зависимости от того, какая стоимость квартиры у нас, какой размер первоначального взноса. Здесь все это складывается. Дальше у нас есть банки, которые учитывают дополнительные доходы. То есть здесь нужно смотреть картину заемщика в целом. То есть что можно взять в основную деятельность, какой доход у него будет. Что можем взять в дом доход. Может быть какой-то официальный. Есть какой-то, например, от сдачи автомобиля в аренду, от сдачи в аренду недвижимости. Есть какие-то... Конечно, обязательно. Есть же доп. места работы. То есть по трудовому договору. Там может быть справка по форме банка. Все очень индивидуально. И все это складываем и отправляем заявку на рассмотрение. Вот вы такие все хитренькие специалисты. Говорите всегда, что все индивидуально. То есть конкретно какой алгоритм человек должен позвонить. Да. Описать свою ситуацию. Кстати, я говорю, пожалуйста, дорогие, уважаемые клиенты будущей. Говорите все максимально правдиво, честно, с первого раза вот сюда. Это независимый специалист, работающий со всеми банками. И это тот человек, который не будет давить или прессовать. Она на вашей стороне. Чем более правдивую информацию она знает с первого раза, тем круче поможет. Потому что в тот момент времени, когда вы скрываете, утаиваете какие-то черные пятнышки на луне, происходит тяжелая ситуация. И морально я понимаю, что это вопрос стыда, чести, совести. Но вот здесь вы даже не видите, Дарья, вы просто по телефону, как в службе, поддержке психологической. И скажите все, и Даша найдет ответ. На самом деле, да. Я только на стороне заемщика, на стороне клиента. Для банка я знаю, как правильно сказать, как правильно описать. То есть что-то лучше не сказать, не договорить. То есть мы не врем банку. Мы просто не договариваемся. Соответственно, получаем положительное решение. Получается, что я переводчик с языка застройщика на язык клиента и с языка клиента на язык застройщика. А Дарья у нас переводчик с языка банка, что банку на самом деле хочется, чтобы клиент был одобрен. И с языка клиента на язык банка. Как сделать так, чтобы клиент был максимально красивый и максимально вкусен для банков. Мы переводчики. Поэтому вы нас берете для своей работы. даже смотри еще вот у людей есть сейчас да вот время 24 июля 2020 года ипотека старая например под 10 5 вот 11 процентов а хотят рефинансировать конечно что под какие ставки сейчас можно на сегодняшний день на рынке ипотеки именно банковской сферы действует процентная ставка минимальная по рефинансированию 7 и 8 процентов годовых так это действительно есть ставка единственное что там такой один маленький нюанс обязательно должна быть вся белая зарплата и мы могли предоставить выписку на многоотчислениях с госуслуг если у нас есть справка по форме банка процентная ставка составляет 7 и 9 процентов годовых то есть 7 8 7 и 8 7 9 дальше у нас тут процентные ставки 8 2 8 и 5 это про рефинансирование сейчас ребята смотри у меня очень много друзей близких семья знакомые мне говорят таня но вот это все ставка понятно господдержка не для нас в этом допустим вторичку платим или мы первичку плачем уже был платье не плачу учили уже собственность как нам вписаться к тебе пакет документов конечно же самое главное требование то есть по рефинансированию чтобы у нас ипотека действовала менее 6 месяцев до 6 платежей должно пройти так все остальное мы собираем пакет документов стандартно то есть справки с места работы трудовую книжку и предоставляем документы по действующему кредиту обязательно эта справка о задолженности которая у нас есть на сегодняшний день график паутежей кредитный договор это мы собираем и показывать новому банку новому банку если у нас еще договор долевого участия думать это поцелеки не делаем если у нас уже право собственности одобрено оформлено то соответственно на общем нужно быть отчет об оценке если он есть и мы оформили собственность вот совсем недавно отчет действует полгода то есть мы можем его новыми делать и предоставить тот который уже конечно слушая вопрос такой бытует мнение что это сложно типа блин рефинансирование ну кренусь тебе вот такими розами типа блин да ладно даже вписался 25 лет буду платить под 11 процентов да нормально вот как этот стереотип повороте данном случае помощник я то есть собираю пакет документов рассказываю список все все делаю я это все мне предоставляется электронно самое сложное это доехать зарегистрировать новое обременение на другой банк то есть изначально нам нужно подать пакет документов для того чтобы нам сняли применение с того банка а второй пакет документов о том чтобы наложили на обменение все это два раза посетить да хорошо ну то есть как бы это просто дисциплина я правильно снимаю дисциплина и я даю четкий регламент работы как что нужно сделать да все ты всем рекомендуешь делать рефинансирование конечно если есть процентная ставка порядка десяти процентов годовых надо ее нужно рефинансировать ребята сейчас самое время ну когда ключевая ставка у нас центробанка не низкая конечно конечно и непонятно будет на дальше снижена или нет то есть здесь такой вот двояко мне бы тут но сейчас на данный момент нужно пользоваться потому что рефинансирование можно делать неоднократно ok вопрос такой скажи у кого не получается кому не одобрил он делает все как ты сказала на всю по иголочке все по линейке не одобрил или что-то но не не получилось но вот сейчас самое вот актуальное то что вперед пандемии ребята брали не ипотечные каникулы отделали реструктуризацию ипотеки при реструктуризации это заносится в нбк и и там прямо написано то есть реструктуризация это остановка долга его заморозка и просто растягивание на более длительный срок и это не это стоп-фактор потому что клиент уже не смог платить эту ипотеку ему заморожено начисление процентов соответственно зачем ее рефинансировать для того чтобы начислялись новые проценты они заморожены вот это вот основной стоп-фактор а ты расскажи тогда еще три секунды размышленную эту тему затронули что вот лучше вот этими всеми вещами вообще не пользоваться то есть банки предлагают типа вы можете заморозить вы можете поставить на паузу но это потом в дальнейшем окнется конечно но здесь нужно все уточнять опять-таки вперед пандемии что у нас было если ты потерял работу на самом деле бывают такие ситуации конечно обращаемся в банк и обязательно просим спрашиваем как-то будет отображаться в кредитной истории то есть если у нас действительно ставят на паузу да и вносят у нас там изменения в кредитный договор о том что это структуризация это плохо если нам давали кредитные каникулы в большинстве случаев клиентам просто делали отсрочку платежа никак не отображает это в МБКИ то есть мы должны спросить ребята как это в дальнейшем конечно да и обязательно не путать реструктуризацию и ипотечные каникулы то есть лучше взять ипотечные каннибулы, нежели чем сделать три, например, платежа просрочки. Окей. Ну, если что, можно будет к тебе звякнуть, хорошо? Звякнуть. Звоните. Вопрос такой. Топ-3, это я себе сформулировала, да, списочек, топ-3 самых главных причин, почему могут отказать? У нас же были с тобой, к сожалению, такие клиенты. Были. Была клиентка у нас с тобой, когда у нее была действующая просрочка по кредитной карте, помнишь, мы ее одобрили. Здесь была действительно уважительная причина и тот банк, который, ну, к сожалению, очень часто выставляет эти просрочки. С ней мы получили как раз три отказа в банках, а в четвертом мы смогли уже действительно, то есть они вошли в ее положение и, соответственно, рассмотрели нашу служебную записку. Служебная записка – это такой волшебный инструмент, какая-то палочка-выручалочка, я про это вообще в первый раз слышала. Конечно, да, и мы тогда получили положительное решение, и клиентка купила квартиру. Было вообще просто буря эмоций, потому что действительно мы прошли очень много, было не совсем просто, но тем не менее мы отстояли клиента. Значит, что основные, топ-3, это у нас просрочка, действующие, не должно быть кредитные карты. Ребята, когда есть кредитная карта, даже если вы думаете, что 3, 4, 5 дней, 6, ничего страшного, недельку задержу, до зарплаты потерплю, нет, нельзя такого. Если есть кредитная карта, это ответственность, которую вы взяли на себя, и вам нужно до даты платежа внести ежемесячный платеж. Не такие большие суммы по кредитным картам, поэтому нужно платить очень ответственно. Либо не брать вообще кредитную карту. Да, потому что из-за каких-то, например, кредитной карты в 60 тысяч рублей, мы потом можем не получить сумму 4 миллиона. Да, да. Поэтому кредитные карты. Кредитные карты. Самое распространенное – штрафы. Штрафы. Не платим. Некоторые ездят на автомобиле и думают, что штрафы не для меня, я платить не буду, потом судебные приставы у меня их благополучно спишут. Здесь топ-фактор – штрафы, коммунальные платежи, все, что передано к судебным приставам. Сколько времени нужно пройти, чтобы это все передалось? По годам ты никогда не платишь? Я просто не в курсе. На самом деле, если, например, неоплаченный штраф, он передается, то есть 30 дней дается на уплату штрафа. Дальше он передается к судебным приставам. Судебные приставы отображают у тебя уже в личном кабинете, ну где-то месяца через полтора, через два. Штрафы – это правила дорожного движения, это коммуналка, что еще может быть? Есть, которые… Типа какие-то эти налоги, наверное, физлиции, земельные какие-то, да? Да, все, 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 все возможно. То, что мы не уплачиваем государству, это все передается судебным приставам, а они потом отображают личный кабинет. Кредитная карта, какие-то просрочки, штрафы и что-нибудь еще давай? Кредитная нагрузка, большая кредитная нагрузка. Почему не одобряют ипотеку? Да, потому что был, например, у меня клиент, у него, хороший клиент, хорошая работа, хорошая заработная плата. Кредитная карта, четыре кредитные карты, минимальная сумма 500 тысяч рублей. Тин-тин-тин, два миллиона, например. Больше. Там была одна на 500, другая на 750 и выше. Он говорит, как я закрою кредитную линию полтора миллиона, да? То есть это моя карта, которая выручала. Но мы же все складываем, берет банк 10% от лимита кредитной карты, ну и, соответственно, вся его зарплата съелась нашими кредитными картами. Поняла. Он говорит, ну я ими не пользуюсь, я, конечно, понимаю, что можно ими не пользоваться, но тем не менее, банку мы это, конечно, банку мы это не можем обосновать, потому что сегодня мы взяли ипотеку, завтра мы пошли обналичили все кредитные карты и клиент становится не платежеспособным. Ну, то есть для банка мы так тоже понимаем, и банк с его видением, да, картиной этой. Да, 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 да. Вы должны просто это вот мозгами банка. Конечно, да. Есть, конечно же, банки, которые у нас рассматривают с влагательными условиями, которые мы подаем заявку, то есть чтобы клиент был на 100% уверен, что ему одобрят ипотеку, а потом он закрывает карты. Потом, пожалуйста, берем ипотеку, снова можно взять кредитную карту. Но банку мы должны показать картину. И тридца такая. Да. Так, смотри, еще какой, знаешь, вопрос был. А зачем ипотечный брокер мне? Сам пойду, в офис схожу, талончик возьму, посижу в очереди и сам подам документы. Почему ипотечный брокер? Потому что, приходя в банк, он не расскажет, как правильно подать пакет документов, он не расскажет, как правильно преподнести информацию, он не расскажет, как правильно заполнить анкету. Приходя просто в офис, в отделение банка, подаешь пакет документов, потом получаешь отказ. И он установлен в мораторию, допустим, на 2 месяца. А нам, например, нужен Сбербанк, да? Да, да. Мораторию у нас стоит 2 месяца ждать некогда, потому потому что цены у нас растут в новостройках, ого-го, как из 2 месяца можно там достичь минимум 500 тысяч рублей. Поэтому в данном случае обращаемся ко мне, собираем пакет документов, я рассказываю, как правильно, чтобы минимизировать уровень отказа. Смотри, ну вот окей, а можно же просто прийти в банк и нормально одобриться. То есть это зависит будет от настроения специалиста, от конца месяца или начала месяца, от закрытия планов банка. Да, то есть вот эти вот факторы, как клиенту, который вообще никогда с апотеками не работает, сказать о том, что ты работаешь независимо со всеми классными банками и даже какими-то нишевыми банками. И ты делаешь то же самое, что специалисты отделения. Да, смотрите, значит, во-первых, в рамках новостройки мы ограничены с вами узким уровнем банков, да, то есть мы не можем пойти в какой-то сторонний банк, который не аккредитован застройщиком. Ну их там список тоже угодно. Конечно, да, есть где-то более 20-25 банков, но в данном случае я клиентам как раз рассказываю. Представляешь, например, у нас есть 5 топовых банков, которые предлагают хорошие условия, а если клиент сам ножками пойдет и начнет узнавать? Сначала надо в один, потом во второй, потом в третий, потом в четвертый. Да, да, а потом собрать пакет документов и принести их еще на подачу заявки и заполнить для каждого банка анкету. То есть это минимум недели у него уйдет. Слушай, ну я это прекрасно понимаю, еще раз клиентам обращаю внимание, что Дарья работает без оплаты в рамках сервиса, в рамках работы со мной. Я работаю для вас без оплаты, Дарья работает без оплаты. Мы один раз гуляем электронное письмо, сканчики, паспорт, странички, инэнс, нилс, справка по форме банка, заверена копия трудовой книжки. И прямо по разным корзинкам, пам-пам-пам-пам-пам, раскидали и ждем одобрения. Ногами никуда не ходим, ничего не нервничаем, не переживаем. Дарья, если какие-то моментики, нюансики, вот эти всякие штучки, закорючки, бумажки, все поможет сделать. Брокер, он альтруист, он вообще почему бесплатно помогает? Как вообще, кто платит, где деньги, в чем подвох? Все время спрашивают, а где что, как? Все такие, а-а-а, а зачем она мне бесплатно помогает? В данном случае я могу сказать так и на тебя, то есть мы не альтруисты, в данном случае все расходы по сделке оплачивает нам застройщик, он берет все это на себя, на свои крепкие плечи, и поэтому мы в данном случае работаем без оплаты. Без оплаты, да. Логика следующая, застройщику нужно продать квартиру, банкам нужно дать ипотеку, они будут делать все, что угодно, они будут кан-кан танцевать, они будут обучать агентов, они будут давать лучших брокеров, лишь бы быстрее, вы поймите тоже, это огромный бизнес, огромный, многомиллиардный. Продал, купил, продал, купил, и дальше, 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 все с чистого раза, все с первого раза, красивенько, агент отработал, клиент довольный, брокер отработал, закончили упражнение. Чем быстрее эта рыночная экономика, у нас обстановка офисная, рабочая, даже уже разрывают звонками, но еще два вопроса, ребята, для вас, для вас, для вас, два вопроса. Значит, первое, кому не надо брать ипотеку, вот вы сейчас посмотрели ролик и услышали про себя что-то, и сказали, фу, слава богу, мне не надо брать ипотеку. Кому не надо брать ипотеку, скажи. Не встречала таких людей. Да, Боже, все, ребята. Я люблю, на самом деле, свою работу, и я в нужной сфере, мне очень все нравится. Есть, и дожди, вот по психологии. Чем больше ипотек, тем лучше, потому что это инструмент для инвестирования, и правильно инвестировать денежные средства, и когда берут ипотеку, то есть это, это просто, это колоссальные возможности. Кому не надо, смотрим здраво о том, что если семья, да, допустим, вот у меня была семья, обратились ко мне, я начала обосновать, то есть мама в декрете, трое детей, муж зарабатывает 80 тысяч рублей. Хотят ипотеку, и квартиру стоимостью 8 миллионов, потому что меньше трехкомнатной квартиры им рассматривать никак, потому что у них большая семья. Сейчас они живут в двушке, двушку не хотели продавать. В данном случае кредитная нагрузка большая лежится на их плечи. Есть большая вероятность, что они уйдут в просрочку. Сказываю пути выхода из данной ситуации, то есть здесь нужно было либо продавать квартиру, либо копить больше первоначальный взнос, но не здесь и сейчас, а в рамках данной квартиры. Здесь мы еще с агентом также проработали эту ситуацию, я объяснила о том, что платеж в 50 тысяч рублей с зарплатой 80 и не имея дополнительного дохода, это сложно для семьи. То есть я понимаю, что хочется. Да, быстрее, выше, сильнее, пока молодые. Да, то есть здраво до первого платежа мы не оценим этого, потому что кредитная нагрузка ложится слишком большая на плечи семьи. Я одобрю, я одобрю даже с 80 тысячами на семью с зарплатой, я вам одобрю ипотеку. Ну как потом платить? Окей, окей, окей. То есть здесь мы рассматриваем. Тяжело, конечно, быть регулятором. Я понимаю, но есть такие ситуации, на самом деле они встречаются крайне редко. Я всем говорю, надо брать. Надо брать. О, моя девочка, слушайте, моя. Нет, надо брать обязательно. Есть возможности, классные процентные ставки. Сейчас просто такое время, когда инвестиции в недвижимость, мне кажется, это самый такой классный инструмент, когда можно заработать на перепродаже, на сдачу в аренду. То есть это действительно классно, очень много классных объектов. Поэтому, ребята, надо брать. В Петербурге. В Петербурге обязательно, потому что рынок недвижимости здесь, как никогда, ценник растет. Ну то есть ключевые города. Если мы рассматриваем уже регионы какие-то небольшие, то там, соответственно, недвижимость растет слабыми демпами. А здесь просто класс инвестиций. И на самом деле, да, то есть если нужно кому-то посчитать, рассчитать, где-то разложить по полочкам, что где, какую квартиру лучше выбрать, и чтобы не собираться в долги, и потом не обращаться на самом деле. У меня был такой опыт, когда ко мне обратилась мега, говорю, ребята, вам будет сложно платить данную ипотеку. Ты прямо это можешь сказать? Я могу так сказать, да. Я говорю, ну то есть я не в обиду, я совершенно, да. Да, да, да. То есть я говорю, давайте рассмотрим, как лучше. Ну то есть смотрите, исходя из вашей ситуации, там было двое детей. Жена в декрете. Я говорю, то есть если вы в ближайшее время выйдете из декрета, вам будет проще, и вы сможете. Ну погнали. Да, я у клиентов же еще уточняю, какие есть дополнительные доходы. Расскажите мне все, да. Откуда что можно сложить это все, да, в картинку, давайте все посмотрим. Заберем все наши доходы. И, соответственно, я сказала, что вам будет сложновато, то есть если вы не выйдете. А там еще ребеночка у нее было полтора года. Потом она мне позвонила, как раз мы купили новостройку, она позвонила, говорит, Дарья, мы не тянем, потому что я из декрета выходить не буду. До трех лет я буду сидеть с ребенком в декрете. И, соответственно, супругу сложно. Да. Мы продали эту квартиру, на самом деле, да, то есть она подросла уже в цене, мы ее продали. И потом взяли они квартиру для инвестиций. Чуть-чуть. Да, я говорю, ребят, то есть смотрите, вы на эти полтора года можете взять квартиру для инвестиций, потом ее продать, получить доход и купить квартиру, которую вы хотите. Класс, ну то есть в несколько ступеней мы выводим клиентов к тому результату. У меня, кстати, есть одни ребята, сейчас коротко привет, передам привет. А у них мечта на Александра Невского крутейшая вторичка, огромная квартира. И мы в несколько шагов, начиная с семнадцатого года, идем к этому. Да, да, да. Последовательных ситуаций не бывает, поэтому рассматриваем в целом картину и помогаем, рассказываем, как лучше поступить. То есть не загоняя людей, вот знаете, почему такое бытует мнение о том, что ипотека это каббала. Это не каббала, это инструмент инвестирования. Я за. Против заботному будущему. Да, я за. Квартире мечты. Да. А просто если неправильно оценить свои доходы и свою картину, то получается, что это каббала. Ну согласна с тем, что когда наступает конец месяца, ты из-под земли этот платеж найдешь. Я всем клянусь, я все города России обзвоню, где у меня друзья, родственники, родные, близкие. Ребята, вы найдете эти 30 тысяч рублей, 28 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. И вот как раз последний, самый финальный вопрос, мы тебя отпустим работать. Скажи, как молодому человеку, девчонке молодой, приезжим, понаехавшим мы, поверим в себя и понять, что, допустим, снимать и платить ипотеку можно? В данном случае, то есть, мы... Такая мотивашка, мотивашка. Мотивашка, нет ничего сложного, я сама понаехша. Да, я тоже. Остальные ноты мы нашли, наши люди. Первые два года я, конечно же, тоже и снимала, и платила ипотеку. Ничего невозможного нет. Конечно же, мы не говорим о том, что если у нас зарплата, например, 60-80 тысяч рублей, что нам необходимо квартиру покупать сразу же за 6-7-8 миллионов, то есть, здесь, конечно, да, мы растим свою квартиру. То есть, начиная с того, что оцениваем, сколько мы можем потратить в месяц на расходы на жилье, то есть, грубо говоря, 50% из заработной платы, смотрим, сколько мы тратим на аренду, сколько можем платить ипотеку. Это все складываем, смотрим, смотрим, когда у нас достроится квартира, дальше ее либо перепродаем, либо оставляем. Смотрим сами. Ну, то есть, ты по математике хочешь, чтобы мы разложили вот эти ящички по корзиночкам? Ну, конечно, чтобы не было страшно, потому что, если клиент для себя сам не решит в своей голове о том, что это не страшно, это всего лишь страхи внутренние. Да. Из-за того, что недопонимание есть какое-то. Потому что первый раз берут, да? Конечно, ну а что делать? Ну, у меня тоже... Когда-то и у нас был наш первый раз. Ну, конечно, дальше становится не страшно, дальше уже и вторая ипотека, и третья, и поднимание. А знаешь, быстро, да, во вкус входит? Вообще, супер вообще. Хочется больше, больше, больше. На самом деле, банки дают ни одну ипотеку, ни две. Можно там все пять-шесть. Самое главное, чтобы... О, стайки повышаются. Пожалуйста, берем, на самом деле, у меня ко мне клиентка обращалась, я говорю, Елизавета, у вас только ипотека, она шестую ипотеку одобряла, шестую. Она говорит, ну, Елизавета... И они все пять разом сейчас идут? Все идут, конечно, она, причем она ждет, гасит досрочно. Да. То есть, она использует как инструмент инвестировать, да, достроила, сдала, достроила, сдала. Дальше остальные деньги копить снова на очередной первоначальный взнос. Можно потом... Елизавета, мне тоже хочется такой бизнес-планчик. Да, поэтому и здесь, на самом деле, очень интересная такая стратегия. А-а-а, спасибо, 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 спасибо. Ребята, звоните, пишите, вот мой брокер, теперь все открыто, вы теперь знаете по голосу и знаете визуально, что это звезда, цветок мой, понимаете? И мы обе вот эти вот тараторки-балаболки, вы чувствуете, на каком ритме? Вы тут, понимаете, за 15 минут вам все записали. Звоните, пишите, задавайте вопросы, детали, фишечки, вкусности, всякие штучки-дрюшки, это все к Дарье Лыковой, финансовый мой инструмент по рабоческой янке. И главное, чем раньше начнешь платить ипотеку, чем быстрее закончишь. А-а-а, жизнь короткая, искусство вечно. Далите ипотеку. Да, ребята, пока счастливо. А-а-а, все.